Всем привет! Меня зовут Азат. Вы находитесь на канале Автосправочное. 25 июля 2023 года вступает в силу сразу три указания Банка России, которые предусматривают изменения, действующие правила ОСАГО. Первый документ – это указание Банка России номер 6405У. Как я уже сказал, документ вступает в силу 25 июля 2023 года. Согласно этому указанию, меняются требования к непрерывности работы сайтов страховых компаний. Ранее про это я уже упоминал в предыдущем видеоролике. Наверняка многие сталкивались с тем, что при попытке оформить электронный полис ОСАГО онлайн, зачастую сайты страховых компаний выдают различные ошибки, прерывают связь и тому подобное. Иногда это действительно связано с ошибками, иногда все это делается искусственно, чтобы отказать в оформлении полиса ОСАГО, невыгодному для страховой компании клиенту. Согласно этому документу, с 25 июля перерывы из-за различных технических проблем в работе официального сайта страховой компании не могут превышать 30 минут в сутки. Также этим документом страховым компаниям разрешается проводить плановое техническое обслуживание, технические работы на сайте, но это должно быть не чаще одного раза в месяц и в ночное время, в период с 22.00 до 8 утра. Если же планируется проведение технических работ на сайте длительностью более лимита в 30 минут, то соответствующее уведомление с указанием даты и времени начала и окончания этих работ должно быть не менее чем за сутки размещено на официальном сайте страховой компании. То есть, если какие-то работы планируются дольше 30 минут, об этом мы должны узнать заранее. Далее, следующее указание Банка России номер 6398У. Согласно этому документу, опять же, меняются некоторые правила и требования к ОСАГО. Тут я могу выделить два наиболее интересных изменения. Первое изменение – это безналичные выплаты по ОСАГО. Второе изменение – это новые бланки полюсов ОСАГО. Что касается безналичных выплат, на сегодняшний день, согласно действующим правилам ОСАГО, ранее вы могли выбрать два варианта выплат ущерба после ДТП. То есть, если вы выбираете не направление на ремонт, а денежную выплату, выплата могла осуществляться либо наличными в кассе страховой компании, либо безналичными, то есть перечислением на банковский счет. Согласно упомянутому вышеуказанию Банка России, выдача денежной выплаты ущерба после ДТП наличными больше не предусмотрена. Возможные два варианта – это почтовым переводом, либо на банковские реквизиты, то есть на банковский счет. Что касается почтового перевода, для многих жителей небольших населенных пунктов и отдаленных сел, я думаю, это будет интересный вариант. То есть, говоря проще, страховая компания эту выплату через Почту России будет вам отправлять, и, соответственно, обратившись в ближайшие почтовые отделения, вы сможете эту выплату забрать. Учитывая, что во многих небольших населенных пунктах банковских отделений нет, а почта есть практически в самой глухомане, скажем так, это должно упростить получение таких выплат. Что же касается новых бланков, там небольшое техническое изменение. Дело в том, что, согласно этому указанию Банка России, теперь страховые компании при покупке полиса ОСАГО больше будут не обязаны выдавать вам на бумажном носителе перечень представителей страховой компании в каждом регионе. Раньше страховая компания была обязана при обращении в офис, когда вы оформляете полис ОСАГО, прикладывать к этому полису ОСАГО два бланка извещения о ДТП бумажных, соответственно, и вот этот перечень представителей страховщика в регионе. Теперь, соответственно, с 25 июля этот перечень представителей страховщика выдавать клиенту не обязаны, и соответствующее упоминание как раз исключено из бланка полиса ОСАГО. Если обратить внимание, в бланке полиса ОСАГО в самом конце, там, где вы ставите подпись, было вот это упоминание, что ты подписываешься в том, что тебе выданы два бланка извещения и вот этот перечень представителей страховщика. Теперь, соответственно, в этом бланке осталось упоминание только двух бланков извещений о ДТП. Если же оформляется электронный полис ОСАГО, то, как и ранее, вы можете после этого обратиться в офис страховой компании, и вам должны бесплатно выдать два вот этих бланка извещения о ДТП. Они нужны в случае оформления ДТП по Европротоколу, то есть без ГИБДД. Соответственно, именно из-за этого эти бланки были изменены. Старые образцы бланков страховые компании имеют право выдавать еще до конца текущего года, то есть до 31 декабря 2023 года. И последнее указание Банка России, которое вступает в силу с 25 июля, это указание номер 64-04-У. Этим документом прописаны требования и сроки электронного урегулирования по ОСАГО. Я напомню, что сам федеральный закон, который предусматривает электронное урегулирование ущерба после ДТП по ОСАГО, вступил в силу с 15 июля 2023 года, а вслед за этим как раз-таки было утверждено указание Банка России, которое вступает в силу, но на 10 дней позже, то есть с 25 июля. Напомню, что первым шагом этого эксперимента предусмотрена возможность электронной подачи заявления и документов на получение выплаты после ДТП. При этом важно соблюдение двух условий. Первое условие – это то, что ДТП оформлено по Европротоколу, то есть без участия ГИБДД. Второе условие – это то, что осуществляется прямая выплата ущерба, то есть вы обращаетесь не в страховую компанию виновника ДТП, а к своему страховщику. Именно в таком случае по вашему желанию вы сможете направить документы для получения выплаты онлайн, то есть электронной копии документов. Вот этим указанием Банка номер 6404У как раз-таки прописаны все сроки и требования к обмену электронными документами между клиентом и страховой компанией. К примеру, в этом документе прописано, что для направления электронных документов страховщику можно использовать четыре канала связи. Первый – это личный кабинет на сайте страховой компании. Второй – это площадки финансовых платформ, к примеру, агрегаторов по подбору полисов ОСАГО. Третье – это мобильное приложение страховой компании. И четвертое – это личный кабинет на портале госуслуг. После того, как вы все документы в электронном виде направляете через одну из этих площадок, в течение пяти минут страховая компания должна подтвердить получение этих документов и не позднее второго рабочего дня после получения вам должны прислать либо подтверждение, что пакет документов полный, либо сообщение о том, что еще нужно добавить к этим документам. Соответственно, после того, как пакет документов полный, также в электронном формате через эти площадки, которые вы выбрали для обмена информацией, производится согласование сроков, даты, времени осмотра автомобиля либо независимой экспертизы после ДТП. Что же касается возможности дистанционного осмотра, которое будет предусмотрено на следующих шагах этого эксперимента, то для этого планируется использовать личный кабинет на сайте страховой компании. Предварительно, прежде чем вы направите фотографии и видеосъемку с осмотра транспортного средства, страховая компания будет обязана сообщить вам требования к этим фотографиям и видео, и после того, как вы ей отправите, она должна вам, опять же, прислать подтверждение, то есть да, все окей, либо что, какие еще там фото, видео, ракурсы, скажем так, необходимо дополнительно доснять. Таким образом, несмотря на то, что закон об электронном регулировании заработал уже с 15 июля, по факту страховые компании получили право работать с таким форматом только с 25 июля 2023 года. Вот такая вот информация. А если вы хотите купить или продлить электронный полис ОСАГО, вы можете воспользоваться полезной ссылкой в описании под этим видео. Там у вас появится возможность сравнить предложения по ценам от большинства страховых компаний России и выбрать наиболее подходящий именно для вас и вашего автомобиля вариант. Более того, сейчас среди тех, кто по этой ссылке приобрел полис ОСАГО стоимостью дороже 2000 рублей, проводится розыгрыш 6000 призов. Розыгрыш проводится среди покупателей ОСАГО до 1 сентября 2023 года. Выиграть можно автомобиль, 10 электросамокатов, 10 айфонов и целый ряд других призов. Все подробности и условия также вы можете увидеть, перейдя по ссылке под этим видео. Спасибо, что рассмотрели видео до конца. Надеюсь, информация была для вас полезной, интересной. Что вы думаете по этому поводу? Как относитесь к этим изменениям? Свои мнения мы, как обычно, можете поделиться в комментариях. Желаю всем безопасных дорог и всем пока! Субтитры создавал DimaTorzok